Здравствуйте, дорогие участники конференции. Я от имени Казахстана и от имени Национального университета Аль-Фараби. Хочу вас поприветствовать участников конференции и благодарить за приглашение. Здравствуйте, дорогие господи, 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 господи. Возвращение к Казахстане, особенно Казахстан, Национального университета, имени Аль-Фараби. Я буду переводить. Я не переводитель, но я помогу Казахстан. Это мой приятно. Не меня не трогайте. Спасибо. Я работаю в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби. У нас есть факультет Востоковедения. При Востоковедении есть кафедра, департамент Туркология. Я являюсь профессором этой кафедры. Я работаю в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби. И есть департамент, который занимается туркологией. Я работаю здесь. Сегодня мой доклад посвящается «Лингвистическому фактору формирования национальной и культурной идентификации Казахстана». Итак, сегодня моя презентация «Лингвистическому фактору формирования национальной и культурной идентификации Казахстана». Я хочу поговорить об этом. Казахстан – многонациональная страна. Проживает более ста этнических этносов. Которые проживают в дружбе и согласии. В Казахстане, в Казахстане, что есть мульти-этнический страна, сейчас проблема – это формирование мульти-культурных людей, которые имеют несколько языков. В Казахстане существует большое разнообразие языков, относящихся к разным языковым семьям. Поли-lingual person. В Казахстане, в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане, есть языки, и меньги, это языки. В Казахстане есть языки. Да. В Республике Казахстан – это видение. В Республике Казахстан, которая является многонациональным государством, в настоящее время, проблема является проблемой поликультурной личности, которая владеет несколькими языками. Как я уже говорила, в Республике Казахстана есть проблема, которая формирована мультикультурного человека, который владеет несколько языков. Поли-lingual person must have national sense, civic consciousness, patriotism and love for homeland on the basis of knowledge of traditions, of native culture and tolerance for other cultures. Therefore, one of the important tasks of the school is to build a high-level practical knowledge of different languages. The Republic of Kazakhstan is a multinational state which means interaction of cultural values of different nations. Государственным языком страны является казахский язык, русский язык является официальным языком и может быть использован как официальных документах в том же уровне, что казахский. So the state language of the country is Kazakh, Russian is official language and can be used in paperwork at the same level as Kazakh language. Концепция языковой политики в Казахстане определяет ее основную трудность создания оптимальной языковой среды в Казахстане, что требует четкого определения функционального соотношения языков, на которых государственный язык должен знать свое законное место. So the concept of language policy in Kazakhstan determines its main difficulty in creating an optimal language area of the state, requiring a clear definition of the functional relation of languages, in which the state language should take its rightful place. Следует отметить, что несмотря на политическое и другое влияние в процессе результатов реализации переписки, а также объективных трудностей социолингвистической идентификации и интеризации языков, это список 126 языков общения Казахстана, которые в соответствии со статусом и распространения Казахстана, основной и основой стране проживают следующие группы. Это вот, пока переведите. Ага, it's noted that despite the political and other influence on the process and results of the census realization, as well as objective difficulties in the sociolinguistic identification and inventory of languages, the least of 126 languages spoken in Kazakhstan, which in accordance with the status and spread in Kazakhstan, and in the main country of residence of reference, people were divided into the following groups. Это первая группа, это государственный язык, это казахский язык, второй это язык русский, и третий это экзогенные и индогенные языки диаспоры. So the first group is state Kazakh languages, as we have mentioned before, and the second group is Russian, the third is exogenous and indogenous languages of diaspora. Совершенно очевидно, что такое огромное количество этнических групп, проживающих на территории Казахстана, необходимо уделять особенное внимание вопросам интеграции и взаимодействия между ними. А также мы должны отметить, что Казахстан на сегодня создал уникальный по своей структуре орган, это Ассамблея народов Казахстана. В качестве консультативного органа, а также научно-консультативный совет при Ассамблее, который проводит большую работу в сфере всех процессов, связанных этнолингвистическими, историческими и культурными компонентами нынешней политической ситуации Казахстана. В этом направлении Казахстан создал уникальный по своей структуре орган, Ассамблея народов Казахстан, как ассамблея, как ассамблея, как ассамблея, как ассамблея, который проводит большую работу в сфере всех процессов, связанных с этнолингвистическими, историческими и культурными компонентами страны. Методологические основы являются методы использованные в современной науке и в социальных и политических процессах явления. Это первый метод, исторический метод. Как и для исследований, метод, методологическая база исследования, использована методом, использована в современном знании социальных и политических процессов и феномена. Первый метод – исторический метод. Исторический метод, который позволяет рассматривать проблему в перспективе, чтобы провести сравнительную анализ языковой ситуации в Казахстане от прошлого к настоящему, чтобы определить динамику развития государственного языка. Итак, первый метод исторический метод, который позволяет рассматривать проблему в ретроспекте, чтобы провести сравнительную анализацию в Казахстане от прошлого к настоящему, и также чтобы определить динамику развития государственного языка. Второй метод исследования – структурный и функциональный метод, который позволяет анализировать языковую политику как часть правительства и одной из функций государственной деятельности. Третий метод – прикладного исследования. который является инструментом, который был использован для оценки тенденций и перспективы прогнозирования для развития языковой политики в Республике Казахстан. Метод анкетирования служили для цели собрать социолингвистический материал в общем. Метод количественного анализа был использован для обработки данных по языкам Республики Казахстан. Метод анализа письменных источников – это официальные документы, материалы переписи населения, статических сборников и средств массовой информации. Большое значение имело использование описательного метода, в том числе внутренних и внешних изменений в интерпретации факторов языковой ситуации. Метод анализа письменных источников был использован для обработки данных по языкам Республики Казахстан, материалы популяренных источников, статистические комплименты и массовые медиа. Они были все очень важны. И также метод дискрептивных использований, в том числе метод интернет-экстернных и экстернных изменений в интерпретации факторов языковой ситуации в Казахстане. Я выше отмечала, что в Казахстане на сегодняшний день существует более 126 языков. Как я уже говорила, существует 126 языков в Казахстане сейчас. Ну, государственный язык — это казахский язык, это автохтонные другие языки, дисперсных, живых, не коренных этнических групп диаспора — это русский, уйгуры, узбеки, киргизы, таджики, башкиры, татары, азербайджанский, украинский, польский, чешский, немецкий, болгарский, греческий, корейский и так далее. Итак, казахский язык — это государственный язык. Другие языки — это не индивидуальные, не индивидуальные этнические группы диаспора. Таким образом, русский, узбек, киргиз, таджик, башкир, татар, азербайджанский, украинский, чехский, немецкий, болгарский, корейский и так далее. Надо отметить, что до середины 1980-х годов в основном языком Казахстана являлся русский язык. И во всех областях Казахстана были закрыты казахские школы и менялись открытием русских школ. Вся официальная документация велась на русском языке. И все документы были сделаны в русском языке. С 15 мая 2002 года в презентации общественного объединения Русской партии Казахстана, РБК, было объявлено, что основной задачей РБК — это призывать всех русских проживающих в Казахстане для изучения государственного языка. В 2004 году, по оценке Казахстана, правительство Казахстана приняло решение, что казахский язык будет играть решающую роль в процессе так называемого процесса казахизации. Благодаря работе на Ассамблее народов Казахстана, языки и культуры, не имеющего официального статуса в Казахстане, поддерживалось государство. Благодаря работе на Ассамблее народов Казахстана, языки и культуры, не имеющие официальные статусы в Казахстане, они очень поддерживают. На сегодняшний день в Казахстане проживает народ, который 70% владеет казахским языком. В 2007 году, в Казахстане, количество многих знаний с высокой статусом в Казахстане достигло около 70%. 30% казахстанцев или совсем не владеет, или мало, плохо владеет казахским языком. 30% казахстанцев, которые не говорят казах, или они говорят только немного? Это опрос, опрос претендентов. Наиболее важными вопросами, которые интересуют филологов, это является первый, казахский язык как государственный язык в контексте языковой ситуации Республики Казахстан. Второй, русский язык как родной язык в качестве второго языка как иностранного. Третий, языки этнических групп, таких как ингушский, немецкий, корейский, югурский и многие другие языки Казахстана. Четвертое, это коммуникативное пространство языков и культур. Пятое, это лингвистическая идентичность и толерантность. So, the most important issues that excites philologists are, the Kazakh language as a state language in the context of the linguistic situation of the Republic of Kazakhstan. Russian as mother language, as a second language and as a foreign language. Languages of ethnic groups such as English, German, Korean, Uyghur and many other languages of Kazakhstan. Communicative space of languages and culture and the last one, Linguistic Identity and Tolerance. В то время 32,1% опрашиваемых говорят на казахском языке только, 32,1% говорят и на русском, и на казахском языке, 15% и 5% респондентов думают только на русском языке. So there was a survey conducted in 2010 by the Center for the Study of Interethnic Relations of the Republic of Kazakhstan. So a sociological survey covered all regions of Kazakhstan, and the total number of respondents was 1,200. According to the survey, you can see that it appears that 41.6% of Kazakhstan, they think and speak in Kazakh language, while 32,1% of respondents, so they acquired two languages, both Kazakh and Russian. And the answer we can think both in Kazakh and Russian languages gave 15,5% of respondents. Well, this is the next tab. 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 So to the question, do you think that the language environment of the state language has been expanded today? So the majority of respondents, so basically 30.5%, they believe that it has been expanded throughout, especially after the release of the state language law. So 19.9% of the population, so they claim that the language environment of state language expanded only at official level. So in official documentation, while 18.5% believe that educational institutions begin to allocate more training hours to state language study. So as you can see it from the table. Okay, thank you very much for your attention. I was not, I was, so the time is up, so if you have any questions, I'm open for your questions, so, but basically the language issue is one of the acute issues existing in Kazakhstan right now. So, thank you very much for your attention. Aliyah, could you ask our colleague, if somebody has like a court issue, when they go to court, let's say we know that the government of Kazakhstan has invited, encouraged the people who live in other countries to come to that country. I know that from Iran, we have Kazakhs, they moved there from Afghanistan. So, if somebody goes to the court, let's say an older person, they don't speak fluent Kazakh and Russian, does the government provide a translator to mitigate the issues there? Is it clear my question? Yes. What do you mean? Yes, it doesn't? Yes, I'm sorry. Если он говорит о своем языке, то он говорит о своем языке. Anyway, the columnar will provide in what language the person needs. So, they will provide that language. Do we have any... ...whether it's Russian or any other? Thank you. That was very interesting. I have a question about the domain of use of the Kazakh versus Russian. This presentation was made entirely in Russian. Is that correct? Да. Вы можете поговорить о доменах? Если я учусь в Казахстане, то я учусь в Казахстане, потому что я учусь в Казахстане. Но, в принципе, в сравнении с Казахстан, все говорят в русском. Она может говорить в Казахстане, но она не может говорить в Казахстане. Она вообще профессор в Казахстане, но она предпочитает это в России. Почему? Почему? Почему, почему? Как это происходит в Казахстане? Как мы из Казахстане, тогда мы будем говорить в Казахстане. Если вы бизнес в Казахстане, то я начнo вопросы. Вам будет говорить в Казахстане? Я ведусь в Казахстане. Пожалуйста, расскажите мне о том, что я слышала много негативных реакций о том, что вы думаете о том, что это привлекает хорошие результаты для Казахстана? В Казахстане были уже 3 трудных проблемы с инстаграмом. Я не знаю, что я знаю, что в Казахстане были 3 трудные проблемы с инстаграмом. Есть проект в Казахстане, который открыл много лет назад, тринити языков, которые требуют детей от киндергорода, поэтому все должны говорить три языка, которые называют казах, русский и английский. И этот проект в Казахстане находится очень большой дискуссии в Казахстане. Это было 5 лет назад. Но, в следующем году, это было 5 лет. Это было 5 лет. Это было 5 лет назад, потому что все школы не готовы для этого проекта. Это был только эксперимент. Это было несколько экспериментов. Проблемы, учителя и учителя. Есть много людей, которые поддерживают этот проект и много людей, которые против этого проекта. Я лично поддерживаю три тилы. Она не поддерживает тринитевые языки. Потому что 300 миллионов человек в тиле, а в миллиардах, а в миллиарды, а в агушин тиле, 15 миллион. Может быть, она не поддерживает себя. Почему она поддерживает этот проект? Потому что 300 миллионов русских. Америка? На мой взгляд, у них миллиард в тиле. Америка на мой взгляд, уже миллиард талан. Кто говорит больше, чем миллиардов, Они говорят английский. Таким образом, для объединения таких языков может уничтожиться? Если мы продолжаем в пояснюю языку, мы можем прожарить этих языках. мы можем уничтожить языки, и делаем это. Таким образом, для достижения глобальной области или глобальной платформы, она думает, что только два языка нужна для Казахстана? Казахский язык или английский, без русского языка? Она думает, что не все дети нужны английский язык, потому что они не нужны английский язык для обычного языка. И у нас есть последний вопрос. Спасибо. Спасибо. Could you comment on regional differences about whether Russian or Kazakh or a third language is dominant? And would the same language policies be meaningful across all of Kazakhstan? Or do more local solutions seem to make more sense? Okay. You mean, like, the regions you want to see, like, how many people speak in Russian? So would a single unified language policy for all of Kazakhstan make sense? Or is the situation with which language groups are dominant or which languages are dominant in different parts of Kazakhstan call for different solutions to different local situations? What are the things that are the things that are the most important? You have to know them, В 2015 году Атырау облысы, Батысы-Казақстан, Шымкент облысы и Кызлорда облысы Ресми, барлық тілі бәрі түгелдей Казақшаға өзгертілсе Например, Усултыск әрмақта, Петропавловск, Павладар, Астана Ол облыстарда жермаға екінші жылға дейін біз ақырындап жағаға қожаттардың тілін Қазақшаға ауыстырумыз керек деген сондай заң бар, прогрих заңның ішінде Тал tatаны вылмен үшіндег selltil деген сақчыз грек тellerі бәрес бізде пұш әрそんな айтуғы қаттап Например, в western партах Казахстан и в southern партах Казахстан все работы работы будут в Казах языке. Потому что они все говорят в Казах. Но в northern партах Казахстан, они будут делаться степ-тепо. Потому что в northern партах Казахстан они были поспорными с русскими. Или ближе к русскими. И в Астане, Павлодар, Петропавликс, они ближе к русскими федерациям. И еще много русских людей. Таким образом, это тяжело для них изучать Казахстан в такой короткий период. Казахстан уже изучать Казахстан. Но в нашей стране, в нашей стране, мы должны изучать Казахстан. Возможно, они изучают Казахстан. Казахстан, и в нашей стране, они изучают Казахстан. В каждом встрече, в нашей стране, штатные партия, в стране, в том числе, в русском языке. В русском языке и в казахстане. Но, в частности, в русском языке. Казахстан говорит русский, поэтому основные языки говорят русский, но и русский тоже говорят казахский, но это зависит от того, что это зависит от того, что это зависит от русского языка. Субтитры создавал DimaTorzok